И до новина у спортивного життя. Хокейный клуб Гомель сошел на отпочинок. У межсезоння гульцы будут рыхтоваться самостоянно. Частка из их покиня або уже покинула состав. У минулого сезона Гомель захавал пятый рядок турнирной таблицы чемпионат Украины. Але на леде команда выглядала упевнена. Выники сезона 2019-2020 подвела Вероника Гамзюкова. У початку сезона в окол хокейного Гомеля было шмат шуму. Былые гульцы Рыся употребовали от клуба выплат належных им сумм празфедерацию. Пазыковая история легла на плечи нового генерального директора Алексея Скурковского, який пришел на измену Виталю Усовичу. Для себя керавник одразу окреслют две задачи. Разобраться с финансовыми питаниями и побудовать стратегию команды-пероможцы. То, что планировалось, все получилось. И были закрыты ряд проблемных вопросов по предыдущему сезону. А там еще тянулся и позапрошлый сезон. То есть мы все вопросы проблемные позакрывали. Ну, естественно, не без помощи руководства города и области и генерального спонсора. Экс-директор Жлобинского центра Олимпийского резерва на пересезонной встрече с болельщиками вызначил курс. Не только поднимать дорослый хоккей, а лей развивать детячие и юнацкие. По опошним питаниям Алексей Скурковский навод ездил у столицы России, где обмерковывались и перспективы супрацовництва у детячем хоккей с представниками московского «Спартака». Первая часть у нас уже реализовывается. Я надеюсь, что никаких не будет сбоев. Это приезд в июле месяце на предсезонную подготовку команды хоккейного клуба «Спартак», который участвует в молодежной хоккейной лиге. Вторая часть договоренности, к сожалению, пока у нас не реализуется в связи с закрытием границ. Я думаю, что после разрешения ситуации и открытия границ мы обязательно продолжим совместную работу по развитию детского спорта и обмена опытом в части подготовки молодежных команд, в том числе и экстралиги. Задача в этом сезоне перед клубом стояла такая – трапить у плей-офф и занять не ниже за пятое место. У команды это отрималось. Гомель завершил свое выступление только в 7-м матче серый 1-4 финалу Кубка Президента, заступивши «Динамо Молодечно». И в этом заслуга Сергея Стася. Головный тренер Гомеля створил бояздольный коллектив с молодцем. До речи, трое молодых хоккеистов, засновного состава – Олег Качаловский, Александр Скоринов и Насер Супхи – навыц находились на проглядзе у Минским «Динамо». Что порадовало? Молодежь проявила себя. Что тут говорить? Тут, наверное, никакого секрета нет. На самом деле, они проявили и быстро прогрессировали. Были у нас проблемы. Серия поражений в декабре. Справились с этим моментом. Психологически, наверное, больше была такая проблема. Можно занести сезон в зачет. У хоккейной масяроди ходили чутки, что стать может означать молодежную сборную. Але сегодня не вядомо, что зим и его помощниками Дмитрием Авсянниковым и Алексеем Шаблановым продолжили контракты. Однако, смены в составе Гомеля есть. Клуб покинули российские форварды Юры Кокшаров, Сергей Тополь и Илья Сярогин. А так само оборонцы Михаил Прус и нападающий Александр Семачкин. Остатние гульцы застаются в составе Гомеля. Команда выступила, я считаю, очень хорошо. Показала хороший хоккей. Что показывает и зрители на трибунах. Это и заслуга от команды, что команда завела просто болельщиков на трибуны. И поддержка трибуны была просто колоссальная. Спасибо им за это. Планы в межсезонне стандартные. Форсировать подрыхтовку до нового сезона не будут. Что тыжится у измацнения состава команды, то клубе будут заходить с финансовых махчимостей. Акцент зробят и на подрыхтовку мясовой молоди. Плануется шерох сустрич с кировницей в области и спонсорами для обмеркования задач на сезон 2020-2021. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».